Доброе утро всем! Привет, большая страна! Я у тебя такая одна! Машинку надо включить, чтобы она стиралась. Я уже позавтракала. Сегодня стало рано, времени еще даже девяти нет. Чарли не захотел спать и разбудил меня. Зараза такой! Хочу сейчас для вас видео одно снять. У меня произошел очень интересный вчера разговор. Мне понравилась эта тема и хочу ее обсудить с вами. Но это сделала отдельным видео. Видео, наверное, уже вышло. Так что, если нет, то в предыдущий видео заходите. Будем обсуждать, пишите комментарии, что вы про это думаете. Чего, почем и как. Я хочу снять на крыше. На крыше дома моего. Солнца пока нет такого особенного. Поэтому буду там красивой. А потом пойду заниматься аэробикой. И гулять с Чарли. В общем, все по плану. Все по плану. Рыба так. Рыба достала. Холодильники. Хоть это. Так, как-то так. Жрать нечего. Это, знаете, когда... Это то же самое, когда шкаф переполнен одеждой, а ты открываешь и думаешь, вообще нечего одеть. То же самое. Все, что-то хочется того, чего нет. Привет, большая страна. Ладно, пошла снимать. Снимаю эти парчи, парчи, парчи. Сниму видео на крыше и гулять. Записала видео. Понравится, не понравится. Ну, мне просто захотелось поболтать, скажем так. У нас замечательная погода. Смотрела телевизор. В общем, там в воскресенье у нас выходят дети на улицу. Могут выходить на улицу. Ну, все так смешно тоже, знаете. С 9 до 9 они могут выходить на улицу на час. Кто будет это контролировать час? Никто. Ну, в принципе, так же, как и с выгулом собак, да, я могу тоже выходить 15 раз в день. Ну, да ладно. Будем надеяться на благоразумие родителей и все такое. В общем, с 9 до 9 дети могут выходить на улицу, если с одним взрослым или со старшим братом. Три ребенка за раз. Три ребенка за раз. На час всего. В километре от дома. Ну, кто и как это контролировать будет, непонятно. Вот, например, я, смотрите, живу здесь, а прописана я в другом месте. На старой квартире я прописана. Нет. Я прописана тоже в этой квартире, но на моей карточке, то есть, ну, типа паспорта, все еще старый адрес. С той квартиры, где мы раньше жили. Вот. Поэтому, как они могут меня контролировать, непонятно. Меня пару раз полиция останавливала. Ну, как останавливали, не останавливала. Я с Чарли гуляла. Они останавливались пару раз полиция и спрашивали, где я живу. Вот. Ну, я им говорила, где я живу. Они мне советовали не выходить дальше, не уходить дальше. И все. То есть, никаких штрафов не было, потому что я ничего не нарушала. Нет, я даже не с собакой была. В общем, или в аптеку ходила. Я уже не помню, когда меня... Они останавливали. Ну, не останавливали, просто они ехали мимо и решили меня спросить, где я живу. Я ответила. Ничего даже не проверяли, ни документы, ничего, просто сказали. Где ты живешь? Я им сказала. Они говорят, хорошо, далеко не уходите. Я говорю, не уйду. И все. Ладно, пошла я заниматься зарядкой. Дева моя, Риба. А потом пойдем гулять с Чарли. Потому что в воскресенье будет сложно выйти погулять. Везде будут дети. Но нет. Все будет хорошо. Потихонечку нужно возвращаться к нормальной жизни. Потихонечку, малечку. А пока зарядка. Готовы. Пришла на кухню. У меня сегодня будет на обед пюрешку сделаю. Картофельную немножечко. Что-то так заходить. Вчера кого-то смотрела? Не помню кого. И пюрешку там тоже ели. Кого же я смотрела? Не помню. И сделаю рыбку. Себе красную. Я делаю ее в духовке. На 3 минутки. На 2-3 минутки. В зависимости от того, как мне ее порезали в магазине. Толко. Толсто. Тонко. Муж не любит красную рыбу. Он вообще рыбу любит без костей. Поэтому я ему покупаю вот такой хек. Он уже идет. Из которого пельмени делала. Без костей, без всего. Но прям тут куски мяса. Обжарю просто в муке. И буду готовить шпинат. Сейчас покажу вам, как буду готовить шпинат. Особым способом. Для шпината мне понадобится немного чеснока. Творожный сыр. Армей, это мой любимый творожный сыр. Так, немного чеснока. И яйца. И яйца. Это будет даже такое, знаете, как омлет, что ли. Ну ладно, яйца потом достану. И рыбу уже пожарю в самом-самом конце. Потому что 2-3 минуты готовки. Это все быстро готовится. Картошка уже варится у меня минут 5. Я так думаю. В общем, да, приступаем. На сковороду наливаем немного масла. Хотите сливочного. Какого хотите. И добавлю чеснок обжариваться. А тем временем порежу шпинат. Что-то он у меня какой-то крупный. И яйца. О-о-о-о. Пошел запах чеснока. Я обожаю чеснок, поэтому не ем его в любом его проявлении. Видите, начинает немного загорать, скажем так, и кидаем шпинат, чтобы чеснок не сгорел. У нас шпинат продается уже мытый, поэтому шпината много не бывает, поэтому можно побольше насыпать и убрать огонь, чтобы он не сгорел. Точнее, не он, а чеснок. Субтитры сделал DimaTorzok. Шпинат у нас уже все, пришел в норму, приготовился, скажем так. Теперь добавляем сыр сливочный, какой хотите, какой вам больше нравится, творожный. И растворяем его, растворяем в шпинат. Боже, как это будет вкусно. Не забываем посолить. И добавить специи, какие вы хотите. У меня есть, которые я на рынке покупала для овощей. Перемешаем. Сыр уже растворился. И можно уже взбивать яйца. Мне нравится! Ммм. Ох, во чехе! Умм. Как вах! Умм, это вкусно. Уuster приспали. Уаммmm, это вкусно. О, mein гоооот. я думаю что этого будет достаточно и все и жарим до готовности и блюдо готово сейчас буду пробовать кстати почему-то буду пробовать шпинат с яйцами очень вкусно делайте даю добро сейчас рыбку буду жарить быстро и очень вкусно вот так выглядит мой обед рыбка картошечка и омлетик всем приятного аппетита друзья я на этих неделях ходила на шопинг онлайн мне сейчас позвонил как это сказать так ну кто приводит заказы и сказал чтобы я спустил за своим заказом потому что они не имеют права подниматься в общем к нам домой заказ теперь забираем сейчас пойду заберу и вам покажу что же я купил так никого пока нет сейчас все в одной руке сейчас быстро это все обработаю домом дверь не закрывала дома в общем нас ждут хотя нет другие вещи придут через пару недель я без шопинга не могу друзья я сидела недели две ничего не покупая я же шипоголик нет полезу я посмотрю так что будут посылочки так как дома мне можно в любое время присылать сейчас быстренько все это обработаем покажу в общем я уже обработала пакет и можно открывать как его открывать пойду за ножницами видели что подписывать ничего не надо просто пакет отдали и все а не ну свой этот показала в общем это такие тапки вместо кроссовок чтобы ходить гулять потому что сейчас уже становится жарко кроссовка я заказала вот таких декатлоне тапки для прогулки 39 так размер я 38 39 ношу такие обычные тапки тут вот интересно почему нет фактуры вообще ничего нет обычно всегда приносят фактуру позавчера заказала с хитафи а смотри да смотри да в общем вот такие тапки сейчас буду мерить с размером я угадала легкие такие вроде бы должны быть удобные какие классные тапки мне нравятся сегодня опробую и они тряпочные в общем я их купила за 12 евро со скидкой а доставка была еще по моему евро 3 но стоили они 25 евро класс так люблю когда посылки приходят прям как найти как новый год какой-то дне рождения будут будет еще будут еще посылки так что пойду мужу покажу а то он покажи покажи я говорю сначала моим любимым зрителям а потом тебе завтра обещают дождь целый день погода соответственно и по моему все больше не будет дождя в последующие 10 дней вот мелочь а приятно теперь жду не дождусь остальные покупки так что кто не подписан подписывайтесь ставьте лайки пишите ваши комментарии очень приятно читать я пойду сейчас чай попью как раз чай навела с облепихой и пойду чай попью ой на голове у меня наверное черти что я знаете какой сериал включила зулиха открываю глаза я читала книгу зулиха открывает глаза мне очень понравился но книга и фильмы это вообще разные вещи кто любит читать это все говорят об этом что книги не идут ни в какое сравнение с сериалами или фильмами потому что вот я сейчас смотрю и вспоминаю книгу и у меня когда я читала книгу было в моем моем мозгу все намного ярче все намного лучше в общем попью чай и пойду на пятачок с чарль погуляю в новых башмаках смотрела телек и хорошая новость у нас впервые число вылеченных больше число умерших это же хорошая новость замечательная новость то есть умерших меньше чем выздоровевших говорят как и раньше даже говорили когда если вот начнут выздоровевшие увеличиваться а умершие уменьшаться то дело идет на улучшение посмотрим как начнут дети с воскресенья выходить но хотя знаете неделю назад начали работать многие работать и вроде бы не было такого слишком высокого заражения поэтому держим пальчики вот тогда а я вам сейчас хочу показать одну штуку у меня подруга мои подруги самые замечательные сегодня утром мне прислала фотку с этой штукой которую я буду делать я хотела ее купить в интернете потому что я уже все таки задумываюсь о работе и я думаю что на работу мы будем выходить с масками с перчатками и так как я надеваю очки на маску всегда хожу то они запотевают очень ужасно и ничего ни хрена не видно и я задумывалась а вот знаете а вот такие вот есть у нас сейчас в магазинах в аптеках везде все работники ходят вот такая вот как бы сказать пластиковая фигня прозрачная на лице я захотела заказать в амазоне но она там придет вот чуть ли не в июне в августе мне надо раньше в августе может быть уже ничего и не будет фиг его знает и вот сегодня моя подруга шлет фотку как она сама себе смастерила такую штуку я говорю как она она мне объяснила говорит идешь где продаются разные канцелярские товары они у нас открыты такие магазины ну там где тетрадки покупаешь говорит вот такие вот вот такой вот пластиковый плотный лист вот я купила три ленту двухстороннюю скотч и говорит тебе нужна кепка меня есть кепка и говорит приклеиваешь я офигела от такой простой смекалки как я сама не догадалась но на это у меня есть мои любимые подруги в чем наверное есть и моё достоинство выбирать таких подруг а вот и представляете вот ее благодаря ее совету сейчас мастерю тебя я как раз мне нужен был скотч скотч каран фломастер красный потому что хочу написать объявление что работаю как это по выезду надо и вот я там написала завтра хочу отвезти на работу и привесить на свою дверь и тут у нас недалеко есть такой магазин сходила купила и вот сейчас будем с вами мастерить канал очумелые ручки открывается так что кому надо пожалуйста пользуйтесь в общем вы чуть не мандыкнулись извиняюсь вас головокружение произошло так нам нужно вот только не знаю как пришпандорить так или вот так наверно даже не знаю сейчас пойду на фотку посмотрю видео все таки вот этой узкой стороной на узкую сторону все видно ножницы значит так склеим скотч так аккуратненько на одну сторону так лишнее отрезаем все элементарное просто прилепляем видите и теперь это нужно отодрать скотч вот этот и прилепить его на кепку вот сюда вот так все понятно друзья я думаю что все нам с вами понятно так так Вот так вот. вот так все это выглядит друзья все равно под запотевает но может быть этот просто меня плотная маска вот так боже вот это вот у меня блин вид 21 век на улице и что мы вот так вот будем ходить в магазин даже какой-то трындец как-то вообще но зато хоть видно все готов очках ни хрена не видно кто бикини покупает красивый а тут во ну это же вообще я таких штук три штуки купила естественно это не по улице ходить это в магазин или вот когда я работать буду я думаю что что-нибудь придумают и но вещь суперская мне понравилось ставьте лайки пишите комментарии как вам идея мне кажется очень круто круто ты попал на тиви друзья на своей крыше пойду плясать сумму своих новых тапах что тут какашки какие-то птички на завтра дождь обещают все помоется поэтому я не стала мыть классные тапки очень удобные прям классный декатлон все бегу 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 драга звук claro смотрите на шарики летают у кого-то единичка улетела прикольно но и у ну но д с рады он кубля не он да альго прикольно нас время девятый час слышите опять сирены женщина стоит на балконе женщина нет танцую чутье тут ой птичка не стыдись хотел у вас спросить знаете что записывать вам видео с продолжением нины она когда наверное сегодня посмотрела мое видео и как начала мне строчить как начала мне писать я как раз чарли гуляла на нашем пятачке вот самое интересное чтобы знаете я ни в одном сообщении даже намеком нет не сказала про ее внешность или про ее там морщины про ее рост вообще даже намеком не могла оскорбить человека я вообще такой человек знаете что я не люблю оскорблять людей тыкая им в лицо их внешностью потому что внешность нам дала от бога какая есть такая есть мы не выбираем какими мы быть но мы должны быть вот поэтому я вообще никогда не скажу там да вот у тебя там я не знаю живот до колен висит или там еще что-то знаете в таком роде вот поэтому я вообще даже ни намеком не советом ничем вообще ее как бы не задела я просто отвечала на ее шутливые советы но она опять как бы там ну в общем если вы хотите продолжение пишите в комментариях мы продолжим эту тему потому что она мне кажется интересный такой знаете еще не могут интересной забавной вот так же я могу рассказать у меня была 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 такая похожая не похожая ситуация подругой у меня бывший подруга тоже могу про нее что рассказать в общем пишите в комментариях и если будут в комментарии я все вам расскажу напишу продолжение банкета с ним и смотрите какой у меня укроп классный и лук редиску надо купить и окрошку сделать в общем да как то так посмотрите как растут каллы все растет и процветает вот эти тоже классные цветы но этот какой-то непонятный черт с ним там эти полила так что вот так вот спасибо вам всем за комментарии за хорошие за плохие не очень пишите что хотите у нас свобода выбора свобода слова поэтому нет конечно если уж там совсем какие оскорбительные у меня вы знаете в бане не так много человек пять наверное там не знаете какие люди которые вот матом содят которые но видимо это мужчины потому что женщины так не могут писать вот один мужчин там типа я тебя и туда и сюда и забил в гриву зачем мне такие маньяки на моем канале вот поэтому человек 5 есть разные люди бывают с припиздею без припизде ой блин но я говорю я никогда в жизни не буду человека оскорблять даже намеком даже даже вот косвенно знаете потому что не обязательно говорить ты страшная человеку да не обязательно сказать ты страшная как я не знаю кто можно знаете так шутя ой да ну даже не знаю как но можно даже шутя вот так вот типа остаться умный оскорбить оставшись умной и и потом могут оговорить а чё я тебе такого сказала я ничего обидно не сказала все дураки что ли ли чё вот поэтому говорю не обязательно в открытую говорить там какие-то какие-то не знаю в общем если хотите продолжение пишите в комментариях я вам все прочитаю все расскажу если конечно в общем поживем увидим а сейчас я наверное пойду отдыхать я чё-то сегодня устала а чё делала чё сегодня делала ничего не делала наверное от того что радовалась что у нас хоть какое-то просветление хоть какое-то просветление и что посылочка пришла таки класс жду не дождусь остальных вещей они там такие жикарные классные вот с вами буду прощаться все вам самое лучше будьте добрее здоровья вам и прекрасных выходных всем пока пока